Акробатический рок-н-ролл один из самых зрелищных видов спорта. Яркие костюмы, ритмичная музыка в сочетании с элементами создают на площадке красочное шоу. Именно это делает дисциплину такой привлекательной для детей. Рок-н-ролл для меня это все. Я не могу представить свою жизнь без этого прекрасного вида спорта. Я не знаю, что я буду делать, если я уйду из него. Чемпионат Центрального федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в Одинцово проходит впервые. Более 700 участников приехали в Подмосковье, чтобы побороться за лидерство. В прошлом году накал был вполне себе терпимый. Сейчас это просто сражение, настоящее сражение. В хорошем смысле этого слова это красивое шоу, не побоюсь этого слова. Мастерство растет. Россия традиционно отличается своим упорством. Если мы что-то делаем, то делаем так, до конца без остатка. Именно поэтому Россия уже многие-многие годы является лидером мирового акробатического рок-н-ролла. Одинцовские спортсмены тоже в этот день вышли на площадку. У ребят есть все шансы побороться за выход в финал. Хотя, как признаются сами участники, не все получается гладко. С результатами я, можно сказать, недоволен, потому что я ждал большего, так как мы усердно тренировались последнюю неделю. Большую часть времени я уделял тренировкам. И, конечно, обидно немного. Но ничего, в следующем туре, я думаю, мы сделаем. Кстати, победители этих соревнований будут отстаивать свой регион на чемпионате России. На мировом уровне в акробатическом рок-н-ролле российские спортсмены удерживают лидерство. И пока сдавать свои позиции не собираются. Тем более, что достойная смена подрастает. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.